Привет, народ! С вами Fenergot. Что же, буквально несколько часов завершился последний, можно сказать, крупный турнир этого года по доте перед началом The International 2019. Это был Summit. Он проходил, разумеется, не в рамках DPC сезона, и там играли, конечно же, не самые именитые команды, но в итоге победила команда Alliance со счетом 3-0, если мне не изменяет память, в гранд-финале. И, конечно же, незамедлительно вышел патч 7.22f. Направлен он на улучшение баланса перед International, и, кстати, хорошо, что в этом году он вышел не так рано, как в прошлом, потому что в прошлом году он вышел буквально за полторы недели до начала Инта, а тут хотя бы чуть больше времени, 17 дней. Давайте на него взглянем. Я сейчас проведу, можно сказать, обзорчик свой традиционный. Это быстрый взгляд на новый патч. Ни в коем случае не рассчитывайте, что это детальный обзор, а то иногда люди об этом пишут в комментариях. Ну и не забываем лайки, подписки и, кстати, розыгрыш, который закончится уже 3-го числа, где я разыграю 15 наборов по 24 уровня Battle Pass, а также сеты из Collector's Cache 2-го. Обязательно принимайте участие. Ролик есть в описании. Что ж, поехали. Аганим. Теперь консюминг рецепт для Аганима стоит на 200 голды дешевле. Это тот, который делает Аганим предметом, который вы можете съесть. Собственно, по предметам все. Дальше герои. У Абадона базовую скорость атаки увеличили и базовую броню также увеличили. Ну, как бы Абадона нерфили, как вы помните, там до этого и сейчас пытается возвращать обратно. Это логично. Ancient Apparition. Cold Fit. Дистанция теперь не 740, а 715. У Ice Blast увеличили Monocost на 25 и на 15-м новеле Талант сделали хуже, который давал Хапориген. Это тоже логично. Про аппарат-то начали нерфить еще в прошлом патче. Я и говорил, что это весьма ожидаемо, так как герой, ну, прям очень хорошо в мета в последнее время зашел. Там на примере Санейка и так не только его. Можете посмотреть записи игр, собственно, с саммита и прочее. Beastmaster. Primal Roar. Knockback. Теперь уничтожает любые деревья, с которыми столкнутся юниты. У Блотикера теперь базовая скорость передвижения увеличена на 5. У БХ. Сюрикен. Monocost был уменьшен на 15. У Брюмастера базовый интеллект увеличен на единицу. У Кентавра урон от Ретелиэйта был снижен. Собственно, что по прошлым изменениям, да, начиная с Бестмастера, это на такое себе. Надо смотреть по ситуации. Блотикер. Базовая скорость передвижения. Хороший буст, но все равно вряд ли это герой особо в мету вернет. Да, его пикают периодически, но не так, как хотелось бы. У БХ. Приятное улучшение для Тоса. Особенно на первых уровнях эти Сюрикены будут смотреться хорошо. У Брюмастера базовый интеллект увеличили. Ничего особенного. Ну и Кентавра урона от Ретелиэйта понизили. Тоже логично. Кентавра сейчас тоже начинает потихоньку нерфить. Это тоже началось еще с прошлого патча, по-моему. Или даже до него. Ну, в общем, его в последнее время так поднерфливают. ЦК зато любят подбафать в последних патчах. Его все потихоньку-потихоньку возвращают в мету. Как бы они все-таки не переборщили с этим, то может начаться жара. Чен. Базовая скорость передвижения уменьшена на 5. У Дивайн Фейвера кулдаун был увеличен. Ну, Чен тоже продолжает получать нерфы. Видимо, не донерфили в прошлом патче. Клакверк. Хукшот. Теперь продолжительность стана увеличена. Причем, кстати, неплохо. Аж полтора раза на первом уровне. У ЦМК базовый армор был снижен на единицу. Вот так-то. У ДСа урон от вакуума был увеличен. У Дарквилла Утеррорайз продолжительность снижена. И откат Утеррорайза также был увеличен. У ДК Дракон в форме со скиптером. Теперь магический иммунитет у него увеличен на 10%. Получается, в форме от Аганима. У Талантов на 20-м левеле Талант улучшен с плюс 180 голды в минуту до плюс 210. У Дровки базовая сила увеличена единица. У Ловкости увеличена на единицу. На 15-м левеле Талант с Гастом еще лучше стал. То есть многие тогда, я помню, ахнули и охнули. Вау, наконец-то Дровка может теперь кидать миссы на противника. Но теперь еще большие миссы. 40%. Это неплохо, неплохо. Элдер Титан. Эхо Стомп. Монокост снижен. Эмбер Спирит. Базовый армор был снижен. У Энигмы базовый интеллект снижен на 2 единицы даже. Все, Гримстроука нерфит. Все, сколько можно. Вы создали просто очень хорошего плеймейкера, хорошего героя. Я думаю, тут вот так вот занижая его статы, базовую атаку и прочее, не сделает... Ну, не уберет его так особо из мета. Уберет, когда вы уже прямо в щи его занерфите. Я не знаю. Возможно, стоило бы просто у Гримстроука поменять какой-то спелл. Вот это могло бы все изменить. А так мне это не очень нравится. Базовый интеллект увеличен на единицу. У Колснэпа урон был увеличен. У Джаггернаута базовая ловкость снижена и базовая сила тоже снижена. Что ж, Джаггер был когда-то в мете, начали нерфить. Сейчас опять... Начали нерфить, потом начали бафовать. И вот сейчас опять начинает нерфить. У Котла Виллоу Висп радиус был увеличен на 25. У Луны базовый урон был увеличен на 2. У Ликана Фирал Импульс урон был увеличен. И также от Хаула бонус регенерация была тоже увеличена на первых трех уровнях. А, не, на всех уровнях, извиняюсь, на 2 единицы. Ну, Ликан тоже заслуживает бафа, я считаю. Марс базовый урон был снижен на 2. И от Гатс Ребьюка был снижен Крит. Ну и Марс тоже ПКД получает. Как Гримстроук, в общем. Немного разные они, конечно, персонажи в плане... Свои миссии, так сказать, и типа. Но, в общем, нерфит-нерфит. Морф Вейформ Каст Рейндж был снижен на первых трех уровнях. И Каст Рейндж у ульты был снижен. Ну, Морф тоже получает по шапке. Интеллект прирост у Преона был увеличен на 0,2. У Некрофоса базовый интеллект был увеличен. И радиус у Дас Пульса также увеличен. Интересно. Найт Сталкер. Базовая скорость передвижения увеличена на 5. У Омника Перификейшн Кулдаун был увеличен. На 20-м левеле Талант с плюс 5 к Манрегену был изменен на плюс 4. У ОД Астрал Кулдаун был увеличен. И у Санити Эклипс Монокост был увеличен. Но вы тоже могли заметить, что ОД начал потихонечку возвращаться. Весьма неплохо. Ой, там свежее мясо. Ой, что-то там может быть. Ладно, Фантомка. Базовый урон увеличен на единицу. И на 10-м левеле Талант увеличен с плюс 200 хп к плюс 225. О, хука, Упуджа. Снизили Монокост на первых трех левелах. Ну, кстати, незначительно. Но приятно. Очень приятно. Я как любителю свежего мяса. Рикки Блинк Страйк Кастрэндж был увеличен. И на 20-м левеле Талант был, кстати, наоборот, понерфлен. Но это связано с тем, что, видите, и так забустили Кастрэндж на 100. Поэтому там можно отнять эту сотенку у Таланта. Но, кстати, приятно. Очень приятно. Скарлет Маг, Мистик Флэр Маг увеличен. У Сларка базовый урон был снижен. И на 20-м левеле Талант также понерфили немного. Хм, Сларк. Ну, логично, я говорю. Он нормально так в мете последнее время залетает. У Спирит Брейкера Бульдоз Монокост был увеличен. И у Незер Страйка был увеличен... Ой, был снижен урон. Тоже логично. Свен, Шторм Хаммер. Продолжительность тана уменьшена. У Террор Блейда на 10-м левеле увеличен Талант. И у Метаморфозы продолжительность Фьера была увеличена. У Тинкера на 10-м левеле Талант на Кастрэндж увеличили. Спелл Амплификейшн увеличили. И на 15-м левеле Спелл Лайфстил поменяли на плюс 11-ти процентный Монокост Монолосс Редакшн. Это, кстати, круто. Слушайте, это, кстати, интересное изменение для Тинкера. Я боюсь, что Тинкер может очень неплохо залететь сейчас в мету. Как бы лайфстил лайфстилом это хорошо, но Монокост и Монолосс Тинкеру очень нужен. Это дает ему возможность дольше присутствовать в битве в какой-нибудь серьезной, которая проходит не на базе. То есть он дольше дерется, дольше находится с командой, больше вносит урона, импакта и, собственно, реже летает на базу. Это очень хорошо. Таск. Базовый армор был увеличен. Андерлорд. Пит оф Меллес Кулдаун был снижен. И Дарк Рифт Кулдаун был снижен. У Венги. Мэджик Миссл Монокост был снижен. У Вайпера. На 25-м левеле талант улучшили на 40 урона. Ну, кстати, неплохо. Вивер. Базовый армор увеличен на единицу. И вот, ВК. Монокост у Мортал Страйка увеличили. Понятно. И у Стана снизили урон. Тоже понятно. Ну, блин, ВК продолжает нерфить. И базовый интеллект у Зевса увеличили на единицу. Слушайте, последние все изменения Зевса в конце. Во всех патчах последних. Можете заметить, что там просто одна строчечка. Там базовый интеллект увеличили. Там урон от Статик Шторма. Хотя это давно, по-моему, было не в последнем патче. В общем, если мне не изменяет память, у Зевса просто в конце просто строчечка. Ну, дабы почтить богов, так сказать. Вот таковы у нас изменения. Пишите в чате, что понравилось. Как вы думаете, как это повлияет на мету Инта. И что нас будет ждать. Ну, а с вами был Фенаргот. До скорых встреч.